Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Ну что, надеюсь, все салаты доедены, шампанское допито Все отдохнули и готовы вернуться в работу Какие самые простые, самые базовые, самые ходовые слова и фразы в английском языке, кроме Привет, как дела? Я бы назвала ответ на вопрос, как дела? I'm fine, чаще всего отвечают, пожалуйста, в обоих смыслах Please, you are welcome Спасибо Thank you Простите, извините I'm sorry Ну еще, может быть, я устала I'm tired Или мне скучно I'm bored Сегодня разбираем фразы, которыми все вышеперечисленное можно заменить, чтобы в новом году сделать вашу речь более разнообразной и живой Устраивайтесь поудобнее, поехали! Итак, первое слово please, когда мы о чем-то просим Заменить его можно следующими выражениями Обращаю ваше внимание, что это вопрос Звонишь, пожалуйста, Джиму после обеда? И в форме вопроса эта фраза, потому что если убрать вопрос, то получится не просьба, а указание Вот это уже указание Я была бы очень признательна, если бы ты дал мне знать, когда ты можешь мне помочь с проектом И это все вопросы, как вы заметили, я надеюсь А не мог бы ты Это необычное для русского уха выражение, потому что буквально оно переводится так Я не думаю, что вы могли бы... То есть очень странная конструкция Но на самом деле это тоже вопрос-просьба Где человек надеется на положительный ответ, естественно Это тоже вопрос А есть ли вероятность взять пару отгулов на следующей неделе? Хотя человек говорит I don't suppose, но, конечно, он надеется, что ему скажут Да, все в порядке, бери свои отгулы Здесь тоже можно перевести, как они могли бы вы, а возможно ли Конечно, можно еще накидать вариантов, но я думаю, если вы выучите эти пять, будет уже хорошо Чтобы очень вежливо о чем-то попросить и не использовать только слово please Теперь давайте пробежимся по альтернативам для пожалуйста, в смысле ответа на спасибо Когда кто-то что-то сделал, говорит thank you, и вы отвечаете, да пожалуйста Фразу you welcome можно заменить так Можно по отдельности их использовать, а можно все вместе Например, ситуация, вы в кафешке, за вас кто-то заплатил за кофе и вы говорите Спасибо большое за кофе, я забыла карту И мне бы пришлось идти за ней обратно в офис Человек говорит, пустяки, обращайся в любое время Такая полуформальная фраза, очень рад, что смог помочь Без проблем, я для этого здесь и нахожусь Ну что вы, что вы, я рада помочь Или еще вариант со словом pleasure Это просто раздавинность, пожалуйста, вы говорите, что вам было в удовольствие помочь Я очень часто отвечаю на спасибо, а именно my pleasure вместо you're welcome Так, ну с просьбами и ответом на благодарность мы разобрались, а чем же заменить спасибо? Фраза thank you вообще никогда не лишняя, ее можно пихать везде, чем больше, тем лучше Но ее также можно и заменить, например, вместо thank you можно сказать Разные варианты со словом appreciate В пассивном залоге, да Это все я очень это ценю или очень ценю вашу помощь Все варианты со словом ценю Это если вы хотите подчеркнуть именно этот аспект И дать человеку почувствовать свою значимость Это неформальная фраза Я тебе буду должен Вы, конечно, боссу своему так не скажете Моя благодарность никак не закончится, ее не выразить словами Я этой фразой обычно отвечаю на комплименты Это ты говоришь человеку, вы слишком ко мне добры С благодарностями тоже вроде разобрались Переходим к извинениям Итак, вместо I'm sorry можно сказать Что-то я не подумала, прежде чем позвонила тебе так поздно Похожая фраза, но с другим словом Это было невнимательно с моей стороны Позвонить тебе так поздно В смысле, что без заботы о человеке, перед которым вы извиняетесь Я задолжал вам извинения Я задолжал вам извинения за свое ужасное поведение Я искренне прошу прощения За то, что так сильно опоздала, допустим Или За то, что веду себя как не очень хороший человек Я беру всю ответственность Я беру полную ответственность за мои действия на том бизнес-ланче Это тоже такая форма извинения Я надеюсь, твое сердце сможет найти возможность меня простить Это как-то надо было очень сильно накосячить, чтобы так извиняться Например Я надеюсь, что ты сможешь найти в своем сердце возможность простить меня За то, что я была такой ужасной подругой в тот момент Это просто пафосный слэш британский способ извиняться Очень хорошая фраза Эту фразу хорошо использовать, когда вы собираетесь спросить что-то В чем не разбираетесь или о чем мало знаете Простите за невежество Простите за невежество, но мне вот надо спросить что-то У нас с вами остались еще Можно выразить Да лучше всех Прекрасно у меня все Все хорошо Бывало и хуже То есть у вас, в принципе, не очень дела, но неплохо Это если мы говорим про физическое здоровье Люди старшего возраста в Британии часто так отвечают Все у меня хорошо, как у скрипки Не знаю, почему скрипки, но вот так Иногда на вопрос, как дела, вам нужно ответить не I'm fine или not too bad А что вы очень устали Как правило, этим можно поделиться с кем-то более-менее близким Потому что незнакомцу вы, конечно, в любом случае скажете, что все хорошо Даже если вы через пять минут упадете в обморок от усталости Итак, нейтрально I'm tired можно заменить на Очень британское выражение Все вот эти фразы можно переводить или ими можно передавать любые русские эквиваленты Я выжата как лимон Я без сил Я сейчас упаду замертво от усталости Я в конец замоталась Помогите И так далее Вот любую прям выбирайте Это они все довольно эмоционально окрашены И передают как раз вот это состояние, что вы уж очень устали Какая вам больше нравится Ну и напоследок давайте разберем, как передать, что вам скучно Не говоря фразу I'm bored It's like watching paint dry Вот, например, человек подвязался поработать в массовке и говорит Мы с девяти утра сняли только одну сцену Это как смотреть, как сохнет краска То есть этой фразой человек передает свое состояние Что так скучно, что просто капец Это быть очень скучным человеком, быть занудой Когда кого-то называют a bore, это вот такой зануда Какой же он зануда Интересное выражение Это про то, что на выходные все-таки хочется хорошую погоду А если идет дождь, то уикенд испорчен Потому что очень скучно Идет дождь и никуда особо не сходишь Отсюда и мокрый уикенд С тобой связываться, это как сидеть дома в выхе, потому что дождь То есть имеется в виду, с тобой очень скучно Спальный фестиваль или спящее царство, как мы говорим Ну, пока этот год больше похож на спящее царство Это не про наш с вами год, это про чей-то другой скучный год Мне снова надо сдавать тест по вождению Как же это надоело, это так скучно Ну что ж, на пазл инглиш скучно не бывает никогда Даже если это тест Смотрите наш канал, заходите на платформу Пишите нам в соцсетях И до встречи в следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok